Мы закончили на истории про Навала, Авигею и Давида. Вот такой пример, когда жена явно хочет помочь своему мужу, чтобы он нормально остался, живой, чтобы как-то избежать опасности, и поэтому поступает, так как она считает правильно, но делает это через голову своего мужа, ничего ему не сказав, и в конце концов никакого результата она не добивается. Какое явное воплощение поговорки, что благими намерениями вымощена дорога в ад. То есть я считаю, какие бы у женщины благие цели, благие намерения не были, когда она поступает неправильно, не в соответствии с библейской моделью семьи, ничего хорошего для семьи, для супруга, для супруги это не несет. То есть конец это был, то есть Навал по-любому умер, по-любому скончался. Мы когда в перерыве общались, беседовали, там были высказаны мнения, что, а может быть она не случайно это сделала, ей уже надоел этот Навал, такой грубый, хамовитый, вот надоело, вот поэтому она перед Давидом своего мужа всякие унижала, да он глупый, да он там, какое его имя, такой и он безрассудный человек. А Давида все время называла господин мой, господин, он же не был царем, господин мой, господин, что типа она хитрила и хотела так избавиться от своего мужа, вот так называемая черная вдова, да. Если вот такие были планы, то она сделала все правильно, то есть женщина, если вот вам вот уже здесь муж, уже не знаете, что с ним делать, по-христиански разводиться нельзя, а умирать он не хочет, переступайте через его голову, делайте как-то, уничижайте его перед всеми другими, называйте, что он балбес у вас, ненормальный, вот. Может сработать, у Авегеи сработало, может быть сработает, то есть если такой план, но как бы я изначально эту цель ставил, как иметь счастливый брак, счастливую семью, вот, да, вот этим целям это не служит. Вот семья у Авегеи развалилась, да, но она тут же замуж вышла, конечно, вот, но с навалом у нее ничего не получилось, да. То есть вот эти методы, ну, не работают, не работают, даже если женщина умная, даже если она хочет что-то сделать, все по-хорошему, а не как некоторые сестры сказали, да, она там хитрила, может, специально хотела мужа в могилу свести, вот. Вот, ну, может быть, женщина лучше понимает женщину, вот, но, может быть, она и так. Но я такого плохого даже про Авегею подумать не могу, вот, не вмещается у меня такое плохое про Авегею. Вот, все-таки я думал, что она все-таки старалась как-то хорошего. Ну, то есть у нее были, как бы, доброго хочу, но чтобы сделать ее через голову мужа не получится. Вот о чем эта история. И тут, знаете, мы приходим к такому вообще, а что такое вообще дом и семья, и зачем нам это нужно? И чем вообще дом, семья, ведь есть дружба, можно же дружить. Но что такое дружба? Дружба – это когда вот у двоих людей есть какие-то общие сферы интересов, либо общие хобби, да, чем-то они интересуются. То есть, в принципе, у каждого своя жизнь, но что-то, какие-то сферы едины, совмещаются, переплетаются. И в этих сферах люди дружат, да? И почему-то люди думают, что и семья точно так же, когда парень и девушка нашли какую-то сферу общую, решили пожениться, и они вот живут, и в принципе у каждого своя жизнь. Ну вот, у них есть интимное отношение, ну и какая-то общая сфера, да, общая сфера. Является ли этой семьей? По моему глубокому убеждению нет. Почему? Потому что Библия говорит, принцип семьи – оставить человек отца и мать, и будут двое, одна плоть. То есть, это не просто два друга, да, у которых, положим, два человека, у них вот там что-то совмещено, какая-то сфера, вот они дружат, да? Нет, это когда двое совмещается, и будут двое единым, да? Будут двое, одна плоть. Чтобы дружить, не обязательно вступать в брак. Это даже не нужно для этого вступать в брак. Потому что, когда семья построена просто либо на физическом влечении каком-то, либо просто на каких-то общих сферах, интересах, ну что получается? Вот, люди не хотят менять свою жизнь, они оба равные, полноценные партнеры, у нас никакой головы дома нет, у нас демократия, мы все решаем общим голосованием, да? Как жена хочет, так делаем, да? Как Довлатов писал, говорит, когда мое мнение и мнение жены расходятся, мы поступаем, как хочет жена. Она называет это компромиссом. Вот, 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 если так люди живут, да, то есть, что я вижу, особенно во многих молодых семьях? Ну, встречается двое молодых людей, им нравится, прикольно, классно, какие-то общие сферы. Пастор, пастор, нам нужно жениться срочно, 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 уже прям вот, 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 уже вот, уже даже на помолвку времени нет, так не терпится соединить наши жизни друг с другом, да? Вот, вот, они соединяются и что, и продолжают, да, он строит свою жизнь, она строит свою жизнь. Он там менеджер, программист, риэлтор, например, он в этом движется, нормально все, она, не знаю кто, бухгалтер или дизайнер или еще кто-то, да, тоже в этом развивается. Они приходят дома, у них на первых порах химия организма бурлит, но проходит месяц, другой, полгода, год, и постепенно эта биохимия как-то несколько снижается. Люди вдруг замечают, я живу своей жизнью, она живет своей жизнью, я строю свою карьеру, она строит свою карьеру. Мы приходим домой, я прихожу усталый, она приходит усталая, у меня сил нет, у нее сил нет, да? И вот мы встречаемся вместе, мы входим, да, мы встречаемся вместе в наш дом. Ну, а дома пусто, а дома неуютно, а дома что сделать? Там как-то ни еды нормальной, ни... ну, что, поспать только. А если еще там уже успели ребенка создать, еще дети приходят усталые из школы, там вообще начинается вот такое, да? И все приходят со своими стрессами, со своими проблемами, со своей усталостью, со своим желанием отдохнуть перед завтрашним новым рабочим днем. И в такой ситуации людей больше тянет куда-нибудь в кафе, с друзьями там, в спортклуб, в гараже с мужиками посидеть, на рыбалку куда-нибудь уехать. Потому что вот такой дом, ну, где вот каждый приносит, что? Свою усталость, свои проблемы. Ну, и что это дома? Собрание проблем, собрание... Вот и встретились две усталости. Ну, долго ли такое просуществует? Постепенно биохимия подуспокоилась, и люди вдруг понимают, а зачем мне надо в эту семью вкладывать? Мне проще свою карьеру строить, а она свою карьеру строит. Ну, как уже в Америке, когда семья, они даже ходят, когда куда-то в ресторан платят, муж за себя платит, жена за себя платит. Ну, муж с женой, это не на свидание парень с девушкой, а муж с женой, каждый свой бюджет, каждый за себя заплатил. И что нас объединяет? Секс? Интимные отношения? Ну, биохимия поулеглась, да? Что нас еще скрепляет? Ну, там, если есть дети, еще дети, да? Что нас скрепляет? Вдруг люди понимают, что как-то особо вкладываться в этом им нет смысла, потому что ты вкладываешься в то, что является твоим. Ты вкладываешься в то, что для тебя ценно, лично для тебя. А чтобы это ценное было ценным, этим нужно заниматься. Дом и семья, они не будут уютным гнездышком, если в дом и в семью не вкладывать. Это же очевидно. Это очевидно. Когда ты в что-то вкладываешь, вкладываешь душу, силы, сердце свое, время свое, что-то будет. И то не факт, что то, что тебе нужно, но надо трудиться. А если ничего не вкладываешь? Если просто приходишь и только усталость приносишь, проблемы свои приносишь? Ты приходишь, чтобы тебя поддержали, она приходит, чтобы ее поддержали. Дети приходят, чтобы с ними позанимались. Вот все приходят, и у всех только потребности. Но восполнить они их не могут, потому что у них нет сил. И начинаются претензии, она мне это не дает, мне нуждаюсь, а он мне это не дает, я нуждаюсь. Вот приходится. То есть, драгоценное, понимаете, чтобы семья была местом, куда тянет, чтобы дом был местом, куда тянет, им надо заниматься. Это очевидно. А чтобы заниматься, для этого что нужно? Силы нужны, время точно так же нужно, время нужно, нужно. А если заниматься, то есть это определенная структура, где у каждого есть свои расписанные обязанности. А если каждый приходит, и мы равны, мы делаем, что хотим. Это как вот в церковь, да? Мы же все братья и сестры, в воскрешение собираемся, а делаем кто что хотим. Тридцать человек решают, что у них есть проповедь. Там еще несколько у них псалом есть. Кто-то там поет, кто-то кричит, кто-то там молится, кто-то прочствует. Кто-то в духе на полу лежит, кто-то уснул, устал он с вечера. Вот такое. А кто сегодня будет проповедовать? А давайте проголосуем. То есть это церковь, чтобы была единая, состоящая из многих. У каждого есть свои роли. У каждого есть свои роли в церкви. Правильно же? А не то, что... Вот я сегодня проснулся и думал, сегодня мне петь хочется. Например. Как-то спою-ка я им. Надоело ты уже с Библией что-то им. Тындычу каждое воскресенье. А спою-ка я им песню. Пришли. Я хочу спеть. Несколько песен. У Олега есть несколько песен. Сергей говорит, а я тут сочинил с женой нас дуэт. Тоже что-то нас прорвало на творчество музыкальное. И Руслан с Леоной приехали и говорит, у нас псалом тоже. Поем все собрание. Или наоборот у всех слово. Будет не разбериха же. То мы все поем, то мы не поймем, что... Или все хотят быть службой порядка. Храним порядок неизвестно для чего. Но когда есть у всех свои роли, тогда есть организация. Кто-то следит за порядком. Кто-то за музыкой. Кто-то за медиа. Кто-то готовит слово. Вот тогда есть определенная структура. Но это в большом масштабе. Семья ведь то же самое. Только в более маленьком масштабе. Там нет столько людей. То есть не может быть без структуры. Чтобы дом был притягательным местом, то должно тянуть. Чтобы туда тянуло, да? Им надо заниматься. А чтобы заниматься, любым делом должны быть расписаны функции. Должны быть расписаны определенные обязанности. Каждый должен знать свою роль, свою функцию в семейной жизни. А не то, что как вот с утра проснулись, надо вот идти с этим. Со своим каким-то настроением, да? Не спонтанно. А все должно быть несколько устроено. Поэтому, когда мы говорим, да, некоторые говорят, что библейская модель – это патриархальная модель. Ну да, во многом это патриархальная модель. Когда мы читаем про семьи, патриархов Ветхого Завета, героев, писания, мы видим, да, это патриархальная семья. Муж – глава, да? И жена традиционно, традиционно, она занимается сферой, вот если мы возьмем, да, некие обязанности, если, как бы, у мужа основная обязанность, основная ответственность – это обеспечивать мужа материальную жизнь, материальную сторону семьи, да, обеспечивать, то жена, в принципе, да, она призвана как-то восполнять свою роль в семье, как заботу о доме, заботу о семье. Я понимаю, что здесь ситуации, ситуации бывают разные, и есть ситуации, когда женщина, предположим, работает, женщина работает, ну, где-то, предположим, там, полдня каким-то, а остальное время она занимается домом, занимается семьей, да, но все дело в том, что все равно домом и семьей нужно заниматься. Если, например, у мужчины полноценная работа, у женщины полноценная работа, просто с утра и до вечера, у него с утра до вечера полноценная работа, у нее с утра до вечера, и, как бы, каждый из них вносит долю в семейный бюджет, как бы, обеспечивает, потом они приходят домой и, ну, деньги есть, а уют? Ну, да, деньги есть. И что происходит? Вот часто в таких семьях замечаю. В таких семьях что происходит? Ну, у нас есть дом, я им не могу заниматься, говорит муж, ты им не можешь заниматься. Ну, сейчас такое время, что мы можем, как говорится, домом заняться. У нас есть деньги, нанимаем клининговую компанию, и она регулярно прибирает нам дом, заказываем регулярно пищу из каких-то кафе, ну, или сами ходим в кафе, да, таким образом заказывается еда, заказывается клининг, то есть все полностью заказывается, ну, если есть дети, тоже там няньки, педагоги, учителя, и все. И таким образом сфера семьи, она отдается другим людям, клининговым компаниям, нянькам всем отдается, разносчикам еды. Вот, вот как бы это наш дом. И проходит какое-то время, и невольно у людей возникает мысль, а дома-то по существу и нет. А зачем мне это нужно? Как бы все. Потому что целостности вот этой нет. Есть два человека, два друга, которые решили пожить вместе. Два друга. Со временем, как бы, ну, интересы меняются, хобби меняются, чувства меняются, химия организма меняется. Ну, пожили они вот вместе. И уже как-то поднадоело, уже поднапривыкли. И ты понимаешь, что куда бы ты ни ушел от жены, в любое место у тебя будет ничуть не хуже. Ничуть не хуже. Ну, не знаю, я иногда люблю, у нас вот в Ельцин-центре есть кафе, и в Ельцин-центре, вот, и там в меню есть некоторые блюда, которые написаны, сделаны по рецепту Наины Ельциной, ну, супруги нашего, бывшего президента, Бориса Николаевича. Там есть некоторые, некоторые, есть как бы некоторые вещи, которые вот, ее фирменные, которые она, она готовила. И что интересно, вот для того поколения, которому те люди принадлежали, это было довольно вот естественно. У меня были какие-то фирменные пирожки моей бабушки, которые там надел какими-то своими хитростями, еще какие-то. Я знаю, что вот это вот, или как там папа там делал некоторые блюда, что там, или еще кто-то. То есть вот нечто, нечто уникальное именно для нашего дома, для нашей семьи. Когда мы весь, всю семью отдаем другим людям, ничего уникального не остается. То есть, в принципе, расставшись с Ж, я могу в любом месте, в любой квартире создать точно такую же жизнь с клининговыми компаниями, с пищей, все, что мне нужно. То есть получается, структура-то, по сути, вот для чего мы вот работаем, зарабатываем, для чего? Чтобы нам кайфово было, а зачем для этого семью? Мы можем по отдельности кайфово жить, нормально жить, еще и мобильнее даже намного больше, когда ты по отдельности. Ради чего? Жертвовать. Древний вопрос, к чему сия отрата? Зачем мне вот вкладываться в эту семью, в этот дом, когда вот все, да? То есть ты будешь вкладываться только в что-то уникальное, что-то свое, что является частью тебя, а не просто я плюс она, вот что-то мое, что-то я зарабатываю, она зарабатывает. Вот. Получается, если дом – это некая структура, нечто уникальное, то мы видим в этом доме, да, вот как есть свои роли, и роль мужа – это классическая, это обеспечивать, давать семью. Конечно же, она тоже может быть какую-то долю вносить, но если они оба полноценных работника, оба полноценных работника, тогда кто будет заниматься вашим домом? Кто будет заниматься вашей семьей? Кто? И давайте откроем притча 14 глава 1 стих. И вот посмотрите, я возьму одно из мест Писания, хотя подобное есть еще в других местах Библии. «Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Мне некоторые писали, они говорят, пастор говорит, ну вот, вот если вот так вот раствориться в другом человеке, если вот жена соединяется, растворяется в своем муже, соединяется с ним в одно целое, где уже они неразрывно связаны, это же страшно, это же опасно, а что-то случится, а я прямо вся в нем, а как мне потом жить? И мы сразу думаем, если будет что-то плохого, как жить? Но если у вас нет изначального доверия, зачем тогда вступать в брак? Если вы не хотите соединиться с этим человеком, зачем тогда вступать в брак? Я абсолютно убежден, что нужно выходить замуж, только не за того человека, который там тебе предложение сделала, за того, которому ты готова служить, в ком ты готова раствориться. Я знаю, это страшно, я знаю, это опасно, но если страха больше, тогда не стоит делать этот шаг. Зачем обманывать сами себя и делать просто зарегистрированное сожительство, изначально понимая, что все это лишь на какое-то время, когда такой дом превращается вместо ссор, вместо постоянных упреков, вместо, когда, в принципе, каждый живет, и он может и сам по себе жить, и отлично жить, и, может быть, даже лучше жить, чем вместе. без этой глупой обязанности отчитываться что-то друг перед другом не нужно никому. И поэтому мы видим, что мудрая жена устрояет свой дом, то есть традиционно обязанности жены это хозяйство, это приготовление пищи, дети, дом, это поддержание определенных семейных традиций. потому что никто другой этим заниматься не будет, никто другой в это вкладываться не будет, если мы этим не займемся. Поэтому, безусловно, даже если жена работает, у нее должна быть такая работа, чтобы у нее было определенное время и силы, чтобы домом заняться. Я, конечно, понимаю, что сегодня домашнее хозяйство это не то же самое, что там было сто лет назад. Сегодня никто с бельем на речку не ходит стирать. Да, сегодня у нас есть посудомоечные машины, сегодня у нас есть стиральные машины, сегодня огромное количество техники, что намного упростило ведение домашнего хозяйства, но никакая техника не создаст дома уют. Вот как раз то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, когда перечисляли шесть составных тайной силы женщины, как она может влиять реально. Никто это не заменит, никакая техника. Если люди не готовы слиться друг с другом, я не вижу вообще смысла вступать в отношения брачные. Я не вижу смысла, зачем тогда создавать семью. Если мы как жили, так и продолжаем жить, ничего у нас не меняется, у нее, у тебя ничего. А должно меняться, потому что совместная жизнь это другое, это некое перераспределение определенных обязанностей, определенных ответственностей. И потому, чтобы я говорю, чтобы вот в эту семью нас тянуло, нас тянуло, то безусловно, жена должна либо полдня заниматься, либо какую-то часть дня, то есть у нее должно быть возможности, должны быть определенные силы заниматься своим домом, заниматься семьей, а не то, что я работаю, она работает. Вот почему в современном мире, когда все делают карьеру, почему такое большое количество разводов? Я сейчас не критикую, я просто говорю факт, потому что все делают карьеру. Он делает карьеру, она делает карьеру, он зарабатывает, стремится куда-то к успеху, она тоже зарабатывает, стремится к успеху. Вот и все. А дом что? Он сам с собой не появится уютной, теплой, красивой. Это сфера вложений. И мы видим в Библии, что это сфера вложений жены, поэтому жена не может так же работать, как муж. Просто не может. Когда жена, она делает со своей стороны все, все, все возможное, все работает, зарабатывает, не меньше мужа. Потом приходит вечером и давай-ка, жена, занимайся нашим домом, занимайся-ка, давай-ка, давай, детьми и прочими. А у нее естественный вопрос. Подожди. Я работала с утра до вечера, у меня зарплата не меньше твоей. Почему я должна сейчас идти и готовить еду? Почему я там должна заниматься посудой? Давай-ка вместе. Тоже тут как бы напополам все будем делать. Все мы делим пополам. И это, и сферы, да? И потом проходит время у них, вот, они все пополам. И потом у мужчины возникает, так я, в принципе, могу и сам за собой помыть. Не две тарелки, а одну тарелку, например. И все, их ничего не сдерживает. Вот этой интеграции друг в друга не происходит. То есть люди съезжаются, но они не интегрируют свою жизнь друг в друга. Вот этой одной плоти не происходят. Две плоти под одной крышей, которые рано или поздно разбегутся. Я понимаю, на эту интеграцию должна быть смелость, должно быть это решение. А готов ли я слиться, соединиться вот с этим человеком? Готов? Каждая сестра, девушка, выходя замуж, она думает, готов ли я следовать вот за ним? Готов ли я отдаться вот целям этого человека, ценностям этого человека, интересам этого человека? Я готова предаться этому? Вот принять его направление жизни, принять его ценности, принять его главенство? Или я думаю, ничего, замуж выйду, перевоспитаю? Или замуж выйду, повлияю на него, переделаю его? И вот встречаются двое на гормонах соединяются и начинается дома переделка друг друга. Поначалу еще весело, какие-то конфликты, они даже обостряют чувства. Люди чувствуют, мы что-то так разойдемся, потом у нас интимная жизнь такая бурная, ой-ой-ой какая. Но со временем и это поднадоедает. И это вот разжигание ссорами гормонов для более сильных интимных ощущений в близости тоже приедается. И что? Надоедает уже воевать друг с другом, а поскольку у них интеграции нету, то они могут точно так же и разъехаться. Что и сегодня и происходит. Каждый может отлично жить и даже может быть лучше жить самостоятельно. Так зачем нам тогда жить вместе? Каждый живет своими жизнями, просто там иногда встречаемся для интимных отношений. и это я думаю скоро современные компании всякие Apple и Google сделают так, что и интимные отношения не будут нуждаться во втором живом партнере. Все будет сделано так, что каждый сможет существовать самостоятельно. Самостоятельно. Вот и все. Конец семьи. Второе пришествие Христа. Но если мы все-таки хотим иметь благословение, мы понимаем, что Библия не устарела, значит мы должны принять, жена устаряет дом свой. Какие основные у каждой жены основные потребности, желания жены? Это дом. Первое это дом. Причем там написано мудрая жена устаряет дом свой. То есть каждая жена, каждая женщина, выходя замуж, она хочет, чтобы было свое жилье. Было свое свое жилье. Мужчина, он в принципе вот так вот не теребей его, да куда и сам может и жить и всю жизнь с родителем можно было бы жить, жить и жить, жить и жить. И что тебе еще удобнее. но когда женишься, желание жены свой дом, свое какое-то гнездышко. Поэтому когда соединяешься, важно вот как бы даже когда люди женятся, традиционно предложил ему руку и сердце. Я предложил руку и сердце. Такое же выражение, да? Рука и сердце. Рука это вот я даю тебе свою силу, я буду работать, я буду зарабатывать, обеспечивать и защищать нашу семью. Это говорит мужчина, когда предлагает руку. Когда предлагает сердце, он говорит, мою душу, мое чувство тоже предлагаю тебе. Готов любить тебя, ценить тебя и работать для тебя. В современных условиях часто мужчина предлагает только сердце. И сколько примеров. Среди христиан я вижу, когда мужчина не работает, сидит дома, у него там депрессия, или он там, он решить не может свой жизненный путь. И жена пашет, и на работе пашет, и с детьми пашет, и еще по хозяйству пашет. Вот такая картина. Поэтому когда девушки, когда вы ходите замуж, важно понимать, этот человек, он может меня обеспечивать или не может? Ой, это меркантильно, это не меркантильно. не меркантильно, это нормально. Он готов или ему просто, вот у него интимных отношений хочется. Да еще, если ты его будешь кормить, поить и ему деньги давать, на работу ходить, так что не жить ему, да? Готов ли он обеспечивать вас? Готов ли он? Я не говорю, что все женщины не должны работать. Нет, должны, конечно, но я считаю, муж это обеспечитель. У нас были с женой разные периоды, когда мы только поженились, и я начал, когда только служение церковное, наша церковь, это был 91-й год, декабрь месяц, я первые месяцы вообще никакой зарплаты не получал. У меня Диана, она работала в музыкальной школе, и она обеспечивала деньгами первые несколько месяцев нас обоих, и потом уже, уже у меня появилась зарплата, и все, и потом произошло так, что в принципе, почти что всю жизнь я полностью целиком обеспечивал наш дом, обеспечивал финансово, всяко нашу семью. И знаете, что жена ничего не делала, она тоже занималась чем? Домом занималась и семьей. Вот некоторое время назад она сейчас стала петь в одном из духовных хоров в городском доме музыки, в ходе доместика. Она сейчас стала петь, и то она поет, там работает неполный рабочий день, там занимается, у нее репетиции проходят. То есть, видите, вот я беру на себя, потому что если я беру, вот я даю ей свое сердце, я должен дать еще свою ответственность. Или как бы сердце дал, эмоции, чувства, гормоны, потом поприлеглось, побежал к другой, что ли? Руку и сердце. Парень, который вам предлагает только сердце, бегите от него, как бы он вам сильно не нравился. Либо у вас, я говорю, должно быть как-то продуманно. Мужчина должен понимать, если он из года в год, я понимаю, есть трудные периоды. И у мужчин точно так же трудные периоды. Если вы его поддержите в этот период, потом он вам всю жизнь будет благодарен. Это правда. Но когда у него трудный период, уже месяц, полгода, второй год, пять лет, он лежит, и он в тоске думает, куда катится мир. Так, ожидая, чтобы вы пельмени ему сварили в это время, это не семья. Это никакой не муж. И в принципе, таких ребят можно вычислять до брака. Просто можно их сразу вычислять. Потому что мужчину должен обеспечивать. Должен обеспечивать. Сейчас, конечно, это привело, потому что когда женщины все на себя берут, и мужчины такие инфантильные, мужчина ничего не должен, только быть счастливым. Вот есть такая фраза всех дебилов. Мужчина ничего не должен. Мне ближе апостол Павел, который говорит, я должен и варварам, и еленам, и мудрецам, и невеждам. Всем должен я. Ощущение. Должен, да. У меня точно такое же отношение. Да, я должен. Я прихожу в церковь, я призван, я должен заботиться, любить, служить. Приходят ко мне люди на встречи. Я бываю очень устал, и вот Лена знает. А я понимаю, у людей проблемы, у людей трудности. Я понимаю, я должен служить, как бы я не был устал. Я должен. Я призван к этому. Какой бы ни был период жизни у нас в стране, чего мы только не переживали, экономически сложных моментов, кризисов, дефолтов всяких. Да, я должен. Я должен. Потому что я взял на себя ответственность за семью. Да, я призван обеспечивать. А она должна сделать так, чтобы мне хотелось приходить в мой дом. Чтобы мне хотелось ехать домой после работы. Чтобы там было уютно. А когда все, что я вижу дома, это усталая жена, после своей работы. И мы вот такие пришли, две усталости. И что дальше? Вот и конфликты. Мы кроме усталости ничего не приносим в дом. И это такая модель, когда сегодня все делают карьеру. Пастор, он сегодня все так живет. Все делают карьеру. Так и разводов-то столько, поэтому. Мы же говорим только как счастливую семью. Если в принципе нам это не надо, то мы можем жить как хотим. Но семья, она не выживает в этих условиях. Семья должна быть, есть распределение семью, и надо заниматься. Заниматься. Поэтому это прежде всего дом, да? Дом. Поэтому женщины хочут, чтобы там отдельно жили. Не с родителями жили, не с папой, с мамой жили. Что понятно, что на одной кухне две хозяйки, это ужасно. Нужно, чтобы жена была полновластной хозяйкой в своем доме. Должно быть такое. Это дом, да? Второе. Вторая потребность. Это дети. Мы созданы так, и физиологически, чтобы иметь потомство. Созданы. И женщина, она устроена так, она хочет иметь ребенка с детства. Поэтому вот девочки, как правило, во что играют? В дом, в куклы, да? Конечно, и мальчики могут в это играть, если их девочка сильно втянет, да? Будешь папой, и мальчику неохота, ему неинтересно, ему хочется там где-то вот там что-то достигать, кого-то побеждать, кому-то голову рубить. Как мы в детстве играли там в фашисты, не фашисты, кто фашисты, кто не фашисты. Вот мы вечно убегали в детстве в гаражах, а девочки у них там что-то там все раскладывали, там дом, это у нас вот, это кухня. Но я не помню, что было. Мальчики собрались, давайте поиграем в дом, как у нас кухня будет. Вот мы на кухне тут сидим с вами. Газеты. Нет, мальчики не играют в это. Я, конечно, понимаю, что сейчас и девочки в это мало играют. Но сейчас девочки играют в электронные дома, там всякие Сим-Сити, вот Сим-Фэмили всевозможные. Вот сейчас уже, конечно, не такие, но хотя таких кукол тоже много, конечно. Но в компьютере тоже девочки играют какие-то игры, что-то там. Дом строят, пусть виртуальный, но вот какой-то вот домик. Какой-то домик. Поэтому женщин, да, тянутся к детьми. Да не случайно, вообще, не хочу унизить женщин, это же особенность какая-то. Ну, Библия сейчас так говорит, не считая женщин и кого? И детей. Женщин и детей. Почему так уравнивается, да? Почему такое пренебрежительное отношение к женщинам, а? Да потому что женщины часто доверчивые, такие же, как дети. Такие же доверчивые потом. Я не говорю, что не умные. Умные, умные, но доверчивые. Вот мужик, он там стоит, поэтому вот я в жизни, конечно, и мужики тоже есть, бывают лобухи всякие. Но женщины, и на их доверие много играет. Сколько нечестивых мужиков используют женщин? На чем? На их доверчивости просто-напросто. На доверчивости. Вот доверчивая такая. Вот я и использую, да? У тебя жена очень умная женщина. У нее красный диплом, консерватория, все, да? Ну, женщина, надавишь на нее, вот, вот, вот. И там нашлись люди какие-то, да? Вот там ей там какие-то услуги, вот в это вот ей надо там услуги, какие-то там медицинские, странные, чудные. Я потом еле ее вытащил из этих услуг. Я говорю, ты чего мне не звонила? Ну, мне там сказали, что надо там это. Ты когда принимала решение там деньги платить, в эти... Чего мне не позвонила? Знаете, есть такие липовые лечения всевозможные где, да? Ну, вот я там это, и кредит взяла. Я говорю, кредит взяла? Сумасши, что у нас деньги есть, ты кредит взяла? Мне сказали, это выгодно. Да, конечно, кредит это самое выгодное, что есть. Особенно, когда деньги есть. Лучше возьми кредит, это всем понятно? То есть, понимаете, умный человек, умный человек. Она на самом деле умная, она очень много читает. Ну, женский ум, это... Это женский ум. Он... С одной стороны, есть плюсы. Женщина намного более чувствует интуитивно, вот все понимает. Вот есть такое. Я знаю, есть моменты, где я должен внимательно слушать жену. Я, конечно, умней, ну, я так думаю, вот, но у нее есть интуиция, у женщины есть интуитивное чутье, и она это все чувствует, она понимает, и нужно прислушиваться. Но есть моменты, я знаю, что женщину легко прогнуть, легко дожать как-то, легко продавить. Я говорю, и пользуются нечестивые люди, и сколько примеров ко мне, вот в последнее время особенно сёстры приходят, вот там обмануты, телефонные мошенники, или еще как-то продавили. Почему я в церкви говорю, сёстры, особенно если вы одинокие сёстры, звоните, пожалуйста, в церковь, если у вас какие-то там супер заманчивые предложения, не поддавайтесь. Они хотят вас всегда изолировать, эти все мошенники, ни с кем не связывайся, нельзя, это тайна такая. Только для тебя деньги любят тишину. Деньги любят тишину, и мошенники тоже. Две категории, любители тишины. Ну и еще любят тишину молитвы созерцания тоже. Вот, поэтому, пожалуйста, не считая женщин и детей, а женщины доверчивы бывают. И, конечно же, вот настоящий муж, что находит в нем жена? Чувство безопасности, да? Вот это, конечно, жилищная безопасность. Вот. Конечно, я понимаю, что ситуация такая, ну дети, да? Во-первых, не все могут иметь детей. Не все готовы взять детей, в том числе из приютов или из детских домов. И что получается, если нет детей, что уже и семья не нужна, или еще что-то, или люди бывают уже в возрасте, или по каким-то медицинским показателям нельзя иметь детей, или невозможно, невозможно иметь детей. Вот тогда, безусловно, надо, чтобы было вот что-то, нужно посвятить себя, к духовному росту совместному, когда вы должны вместе со своим мужем куда-то двигаться, в каком-то направлении, чтобы у вас была сфера, где вы ощущали единство. Дети – это та сфера, где муж и жена могут оба участвовать. Если нет детей, да, то надо как-то выбрать сферу, где вы можете вместе участвовать. Какое-то духовное служение, духовное труд, духовная работа, духовное возрастание. тоже можно этим заняться. Точно так же, вот тоже важная вещь, может показаться не духовной, но я считаю, это очень духовная. украшения и наряды. Конечно, в наше время этот третий пункт можно и к мужчинам отнести тоже, но я как-то еще по старинке. украшения и наряды. И мы говорили с вами в прошлый раз, что, безусловно, это одно из сил и женщины, только надо мудро использовать его. Мудро, мудро использовать. То есть надо украшать себя, не когда ты из дома уходишь, а когда ты в дом возвращаешься. Когда муж в дом возвращается, нужно быть красивой, красивой, потому что когда дома жена ходит обувченки, в каком-то старом халатике, в который еще мама ходила всегда, и вот у нее этот халатик старый, замасленный, а потом когда ты идет вот на работу, и так все, и так все красиво, так все красиво, возникает вопрос, а для кого это? Как только из дома так красота, а как домой вот этот все смываем, старый халатик одеваем? А как из дома это все? Поэтому мужчина, он должен безусловно помогать женщине, чтобы у женщины была одежда красивая. Моя жена знает, что я всегда говорю, я всегда даю тебе деньги на всякую косметологию, там парикмахерскую, или там маникюр, и все. То есть без вопросов, сколько тебе нужно. Единственное, что это должно быть для меня. Для меня. Эти прически, эти маникюры, а не для кого-то там. Пошла и вот так. Нет, это должно быть для меня. В это я готов вкладываться. Пошла куда-то на работу, все смыла, все сняла, пошла. Ну или в сумочку сложила. Домой придешь, перед дверью наденешь. Чтобы это для меня было. Потому что, сестры, вы не представляете, как мужчин раздражает, когда вы украшаетесь не для него, для кого-то там. Для кого-то там. И очень важно, особенно, вот я долго это не мог понять, но очень важно, чтобы именно мужчина покупал и украшения, и наряды, украшения. Я, конечно, понимаю, что, ну, вы поймите, у всех разный бюджет. Я же не говорю о том, что, ну, есть, не обязательно нужно там бриллианты, золото, чтобы все это было. Это, ну, не на показ же это все делается. Есть не очень дорогие, довольно изящные, милые украшения. Это не то, что нужно вкладываться в драгметалл и там золото и камни драгоценные. Вот на женщине все наше накопленное состояние. Не об этом речь идет. Должно быть красиво, потому что это имеет символическое значение, когда женщина смотрит это и ей подарила ее муж, она его вспоминает. Вот она привязана этими браслетами, все, к семье, которую муж, конечно, ей купил. Поэтому очень важно давать и на красивую одежду давать женам, жене свои средства. Но опять-таки, чтобы когда я приходил домой, я видел не старенький бабушкин халатик или мамин халатик, а куда я делал деньги? Да я на работу в ней красуюсь. Молодец. В халатике и ходи на работу. А домой в этом. Потому что да кому ты хочешь понравиться? Вопрос. Или тебе понравилось? В 1991 году. А теперь уж муж, мужчина любит глазами. Важно всегда стараться быть лучшей для него и красивой, и самой красивой для него. Украшение очень важно. Очень важно. Поэтому, конечно же, я абсолютно убежден, в природе женщины заложена потребность в подчинении. другой вопрос, что подчиняться хочется только достойному мужчине, вот это другой уже вопрос. Надо выбирать достойного мужчину. Тремится сделать, чтобы твой мужчина, если он в чем-то еще недостойный, стал достойным. Через служение своему мужчине, через служение своему мужчине, да? Вот. Потом четвертое, тоже большая женская потребность, это общение. общение. И тут, конечно, даже специалисты говорят, что количество слов, которые женщина в среднем выдает в день, он превышает намного количество слов, которые выдает мужчина. Запас женских слов, приготовленный для этого дня, но он намного больше. И это может подавлять. Но это очень-очень важно знать, да? Вот, опять-таки, когда, когда, помните, мы с вами говорили в прошлый раз, да? Даже когда Баба Яга, там, добрый молодец какой-нибудь, Иван оказывался, и он там что-то пытался, и она пыталась что-то там выяснить у него, да? Он сказал, ты сначала меня напои, накорми, баньку растопи, да? То есть, когда вот муж пришел с работы, а ты вот со своей горой слов на него и убила, и задавила его вот этими, вот этими своими. Я долго, на самом деле, и мужчины-то не понимают. Я думаю, когда будем для мужчин делать, я буду более подробно об этом говорить с мужчинами, потому что потребность женщины, то есть, вот если женщину, регулярно с ней не общаться и регулярно ее не выслушивать, то потом будет плохо. Если долго не выслушивать, будет очень-очень плохо потом. Поэтому нужно регулярно общаться, регулярно общаться. И тут проблема в том, тут проблема в том, это очень важно тоже мужчинам понимать, что женщина не просто готова там общаться или делиться, но опять-таки не знаю почему, но я это наблюдал множество-множество раз. Вот когда мужчина, вот его не трогаешь, ему ничего плохого не говоришь, и ему ничего плохого не делаешь, то потом с ним встречаешься, у мужчины все нормально. Женщина, если ничего плохого не говоришь и ничего плохого не делаешь, потом встречаешься, у нее плохо. Я не знаю, почему-то как-то автоматически, то есть у мужчины плохое настроение, если что-то он узнал плохое, или ему что-то сделали плохое. У женщины просто, она побыла сама с собой, и у нее накапливается, накапливается. И ладно бы общение, но у женщины же много такого общения, прямо скажем, негативного, проблемного. А вот тут вот такое, а вот это такое, а вот Светка такая, а вот это такое, а вот там такое. А если еще она работает, там еще много работы, а вот там на работе это вообще, она может тебе, ты засыпать будешь под ее рассказы. Вот, что там на работе, как Светка, как ты, ну ты-то, конечно, так, а Светка, ты-ты-ты-ты-та, у мужчины проблемы потому что он не может понять в чем проблема и как помочь тебе чтобы вот сетка тебя перестала донимать и тут как бы тоже проблема мужчин просто очень важно тоже я долгое время не понимал когда женщин ты рассказы сложности какие-то проблемы какие-то негативную информацию там побывала не накопилось и не надо чтобы ты там решал ее проблемы или ей давал рецепты да и надо чтобы ты ее просто послушал просто послушал вот вот женщина чтобы ты послушал я такой раз и это и хорошо и все у нее камень из души упал на все рассказала все передала все теперь передала вот ну потому что какое-то время по будет сама опять накопится но пока все хорошо вот и поэтому если долго не общаться с ней и долго не разговаривать от этого плохого будет так много чтобы там будет очень тяжело поэтому чтобы не убить никого да как а распутин принимал яд регулярно понемножку и его никто потом отравить не мог да точно также негативные вещи надо маленькими порциями регулярно понемножку так чтобы выходили 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 вот тогда в женщине будет будет хорошо я не хочу конечно сестра вас обидеть просто так она есть и ничего с этим не поделаешь и мужчины должны это понимать когда ты любишь ты будешь слушать свою женщину с ее кажется на что там она придумала да никаких проблем нет чем там себе накрутила и мужчина пытается слушай вот это все придумано это все вот это это все вот это не надо об этом говорить это все ерунда я вообще не знаю ты к чему это вообще начала я вообще ничего не понимаю давай-ка ты лучше помолчи она потом помолчит но ты пожалеешь поэтому поэтому нужно нужно регулярно ну потребность такая вот ваша вы должны вы должны общаться да и последняя пятая 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 сфера это ласки и прикосновения так называемый тактильный контакт даже мы не берем интимные отношения это само собой ласки прикосновения женщина нуждается чтобы на самом деле сколько у меня вот было семейных парк которые вот приходили и жена жаловаться вот он меня не обнимает он меня не ласкает он мне не не ну не общается не говорить каких-то ласковых слов вот потому что женщины женщины нуждаются да вот я я всегда не мог понять да почему эти все эти фотки с котятами да вот это почему они такие популярны да ну мерзкое существо котенок гадит прудит вообще вот так вот его хочется да вот ни одного бы котенка у меня в доме не было если бы не женщины не жить не не было вот 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 не понимаю да а котятам нравится он такие мягкие вот тактильный контакт такая шорстка да это потребность в прикосновениях требность в контакте потребность в потребность в этом она она заложена точно так же и чтобы были счастливые отношения безусловно необходимо необходимо все это учитывать но и в самом конце самом конце вы знаете я отлично понимаю вот то что я говорю здесь это некая идеальная модель вот как написано в библии некая идеальная модель а реальность наша в которой мы находимся на бывает очень сильно отличается вот от той идеальной картины которые мы можем читать и возникает вопрос вот пастор а что делать а что делать вот как как строить эти правильные связи как формировать эти правильные отношения и тут вы знаете можно такой пример привести это вот как бусы на нитке да вот бусы на нитке могут быть красивые бусинки красивые бусинки но нитка старая гнилая плохая нитка и если вы возьмете такие бусинки то немножко вот потрясешь подергаешь нитка рвется если все бусинки рассыпаются почему бусинки плохие негодные бусинки хорошие нитка гнилая нитка гнилая и точно так же бывают люди хорошие люди сами по себе но строят свои связи на гнилых принципах может быть модных может быть современных но гнилых гниют это нитка гнилая 80 процентов полный брак брак из этого брака полный брак и рвется все потому хорошие люди падают стукаются набивают шишки какие-то вроде бы он хороший она хорошая нитка гнилая и вот когда мы читаем эти места описания то что мы сегодня брали да вот этот эти принципы это вот о чем я говорю о нитке о связи прочной крепкой ники которая бы не порвалась как нужно делать я считаю что узнать вот когда вот какая-то гнилая нитка бусин есть отношение неправильное с кашпаста ты говоришь хорошие вещи но у нас как-то все не так как нам-то быть не нужно там знаете приходите сделать в семье у себя у себя революцию все сейчас надо потому что он так не работает нужно постепенно шаг за шагом одно заменять другим постепенно шаг за шагом как знаете вот делают вот если это гнилая ниточка плохая да чувствуешь еще немножко уже порвется ты берешь хорошую и кончик этой гнилой нитки связываешь с кончиком прочной нити и понемножку начинаешь продевать эту нитку через жемчужины как бы вытягивая гнилую и заменяя ее добрый а эта нитка она проходит по поверхности жемчужины этой бусинки или почему по центру проходит по внутренности проходит вот эти отношения они ведь не просто наши тела скрепляют они наши сердца скрепляют это внутреннее устройство и когда понемножку ты вот эту гнилую нитку вытягиваешь и в бусинки входит хорошая прочная нитка понемногу понемногу там нельзя резко резко дернишь там гнилая порвется и все опять раз рассыпется нужно понемногу заменять и потом в конце концов вытянуть эту гнилую нить так чтобы добрая прочная крепкая нить осталась вот поэтому от нас зависит будем ли мы вот заменять библейскую прочную нить строительство взаимоотношений вводить в наш дом в наши отношения или мы будем жить по стихиям мира сего как принято как модно как вот сегодня как бы кто-то там считает да вот будем исходя из этого все делать ну тогда в один день какие бы вы ни были классные жемчужины какие бы вы ни были хорошие личности какие бы ни были бы классные и благословенные сами по себе по отдельности вместе прочного украшения не получится потому что помимо классных жемчужин для хорошего для хороших бус нужно еще крепкая прочная нить которая бы эти жемчужины по самому центру проходя связывала и абсолютно убежден что такой нитью являются те принципы строения семьи которые изложены нам в священном писании это приносит нам и нашим домам благословение и все это скажут аминь давайте закроем глаза и склоним головы всемогущий господь я благодарю тебя за твою любовь и милость я люблю благодарю тебя за твою благодать я прошу мой бог благослови нас благослови наши жизни благослови наши семьи и пускай библейская модель входит в наше сознание входит в наше взаимоотношение господь чтобы прочная не рвущаяся крепкая нить связала бы нас на всю жизнь во имя отца сына и святого духа и все это скажут аминь дорогие друзья если вы недавно присоединились к нашему служению то совершить пожертвование возможно всеми доступными способами которые вы видите на экране в разделе услуг набрать церковь новая жизнь города екатеринбурга ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви остались вопросы мы с радостью ответим на них по телефону восемь девятьсот двенадцать двадцать два триста тридцать три ноль два